Так, Анна, я дала добро. Ой, нет, слишком большое. Так, сейчас техническая минутка. О, Анна, здравствуйте. У вас две Анны, так что... Кстати, я вас не слышу. Нет, у вас две Анны, так что вам всем очень повезло, чтобы вы понимали. Так, а так все хорошо? О, отлично, супер, супер. Так, запись я поставила. Правильно, я же поставила запись, да. Итак, всем привет всем, кто нас будет смотреть сейчас, смотрят вживую, все, кто будет смотреть нас в записи. А всем, кто будет смотреть на Ютьюбе, еще раз приветствую вас. Меня зовут Анна Дроздова, и я ферментатор уже много лет. Сегодня я, как всегда, у нас с вами ежемесячно проходят прямые эфиры. И сегодня я пригласила специалиста, нутрициолога, еще и ментора врачей и нутрициологов, я так понимаю, что у вас своя школа, тоже Анну, и попросила ее рассказать нам про жиры. Потому что очень неоднозначная тема, народ прям бьется, понимаешь, стенками на это все дело. И хотелось бы разобраться. Даю слово Анне, чтобы она себя представила, кто она такая, коротенько, да, и потом мы пойдем по плану. Да, все, супер. Анне, спасибо, что позвала, что пригласила. Меня зовут Друндина Анна, я практикующий нутрициолог, я спикер Международного института интегративной нутрициологии, специалист по юрведе, специалист по институту реальному здоровью и занимаюсь еще немного вестеральной практикой. Очень, я давно подписана, кстати, на тебя. Я, кстати, видела, и мы на ты, да, отлично с утра. Я, кстати, видела, потому что когда я искала кого-то, да, потому что она сама не делает, я думаю, смотрю, ой, нутрициолог еще на меня подписан, ну, боже мой, какая удача. Да, но у меня как-то не складывается с ферментацией, я все-таки видела с автора, все, нет, с Нового года, все с понедельника, вот эта вот история, она очень долго. Ферментарные продукты люблю, и спасибо тебе за тот контент, который ты делаешь. Спасибо. Так, про жиры мы сегодня говорим, да? Да. Как, всем здравствуйте еще раз. Вообще, как случилось? Аня написала мне, говорит, я вижу, что ты подписана на Ирину, есть такая Ирина Вестон, Вестон Фрайс, говорит, да, мы вместе подписаны на нее, да, давайте поговорим с тобой про жиры. И я говорю, окей. И, наверное, мне хочется начать с Вестона Фрайса тут чуть-чуть, да? Да. Пару слов я скажу, это, в общем, такой, так, сейчас я звук выключу. Хорошая, кстати, мысль, да, про Вестона Фрайса, потому что я не приураживаю, как ты начнешь его говорить, поэтому да. Да, ну, тут буквально пару слов мне, наверное, хочется сказать в контексте в целом, как бы такого здорового питания. В общем, Вестон Фрайс – это такой стоматолог из Америки, в общем, в 30-е годы прошлого столетия, он решил вообще изучить, он сделал ряд таких очень уникальных исследований, и около 15-20 лет посвятил свою жизнь путешествиям в разные изолированные уголки планеты, там Северная Америка, Малайзия, Полинезия, в общем, где он только не был. И как стоматологу ему было интересно, как вообще вот люди, в которых, там, где нет цивилизации, как люди ухаживают за своей ротовой полостью, как это вообще влияет на формирование деформации зубных дуг, кариеса и так далее. И получилось так, что в целом он путешествовал на протяжении многих лет по этим удаленным уголкам и понял, что люди, водокоренное население, в целом, которые придерживались там традиционного питания, им свойственного, богатое, которое всякими необходимыми питательными веществами, у людей были здоровые зубы. То есть это были не сгнившие зубы от огромного количества сахара и так далее и тому подобное, что люди просто ели то, что им положено есть и были здоровы. То есть это говорит и про здоровые зубы, вот именно про зубные дуги, да, когда ряды смещаются, зубы кривые, искривляются. Ширина челюсти, да-да-да. Помнишь, у него там еще фотографии в книжке, там народ с челюстями вот такими вот квадратными, такие вообще. Да, и как раз вот там, ну, афроамериканцы, да, где просто там идеальные дети с идеальными зубами стоят. Вот это как раз про это и о том, что есть эпигенетика, есть генетика, да, и не всегда генетический фактор, он будет здесь превалировать, да. То есть здесь очень важно именно эпигенетика и то, как люди живут. И он сделал ряд таких заявлений, скажем, на основании огромного опыта, как нужно есть, во-первых, в рационе там, ну, у тех, у тех жителей этих дальних уголков планеты были и рыба там, и рыбные головы, и чего только не было, да, то есть то, что вот нужно было есть, и печень рыбы, печень животных. У нас это называется, знаешь, как от пятачка до хвоста. Да, да, и то есть и все шло в еду. Я, кстати, знаете, подписана в Инстаграм, я не помню уже, как там аккаунт называется, ну, в общем, там девушка, она то ли из Малайзии, то ли откуда, и они вот делают национальную еду, вот этих сверчков там, вот это все. Да, 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 да. Очень захватывает, конечно, но мы сейчас понимаем, что, да, каких нам тут сверчков. Ну, хотя уже Европа, скажем так, на них в целом. Вот, что, основа какая здесь, да, это цельные натуральные продукты, дичь, мясные субпродукты, птица, рыба, говядина и так далее. Это обязательно жиры, это обязательно непастеризованное молоко, это сырыца из цельного молока, это обязательно в рационе должно быть, это рыбий жиры, всякие субпродукты, почки, печень и так далее, да, то есть просто чистое питание. Фильтрованная вода, бульон – это все то, в целом, о чем мы говорим с вами сейчас, но это было в 30-х годах прошлого столетия. Ничего не изменилось, да, база, она как есть, так и есть, и я на менторстве об этом часто рассказываю, что, пожалуйста, никогда, ну, все это хорошо про добавки и все прочее, но, пожалуйста, базу мы как бы не должны забывать, да, меньше сахара, больше цельных продуктов. Ну, здесь как бы как ни круто, ты не перепрыгнешь. Любые добавки, даже невероятные крутые профбренды за десятки тысяч, они все равно не помогут тебе, пока в твоем питании просто… Однозначно. Много сахара и отсутствие тех продуктов, которые мы должны употреблять, и в этом вся и беда. И говоря о жире, вообще, почему про них говорим? Потому что это, по сути, наше, не так много времени, но я, это моя фишка, быстро рассказывать, очень продуктивно, поэтому давайте. Во-первых, жиры, да, или липиды, как мы еще часто их называем, это вообще общее название всех жиров, всех жироподобных веществ, тканях человека, животных, растений. Жиры служат для производства наших собственных липидов, да, то есть жиры – это наши структурные компоненты клетки, и когда мы говорим про клетку, это очень важно, потому что у нас клетка, мембрана клетки, она состоит из белка и жира, поэтому мы не можем исключить жир из питания, просто не можем, иначе мембрана клетки, и все поступающие туда вещества, но они будут не доходить. У нас мембрана клетки должна быть вот такой красивой, плавучей, текущей, и я вам сегодня расскажу про митохондрии, почему это настолько важно. Дальше, жиры – это наши гормоны, есть львиная доля астероидных гормонов, да, всякие наши тестостероны, астерогены и так далее, это все из холестерина. То есть нам необходимы жиры, тоже, да, это естественные жиры, поэтому жиры нам необходимы, и мы можем их синтезировать самостоятельно, и 8-10% холестерина мы сами синтезируем, да, наш организм, и только 20% получаем из питания, да, поэтому нельзя сказать, что из питания мы получаем огромное количество тех вот тех самых жиров, мы их сами синтезируем, но, допустим, омега-3, омега-6 – это те жиры, которые мы можем получить только извне, мы не можем их сами синтезировать. Биологическая роль у липидов также огромна, во-первых, как я уже сказала, это элементы клеточных мембран, без них никуда никак, регуляция деятельности разных гормонов, ферментов, это биологически активные вещества, в том числе жирорастворимые витамины, это витамин А, витамин Д, витамин К2, витамин Е – наш мощнейший антиоксидант, да, который у нас всасывается в кишечнике, соответственно, и усваиваются в организме, и огромная роль энергии, да, то есть мы привыкли, что у нас энергия, ну, скажем так, два пути, да, это углеводный путь быстренький, когда в школе все говорили, то есть съешь шоколадку сейчас перед экзаменом, быстренько мы сейчас, да, это правда, так, и организм очень быстро получит энергию, но это самый простой путь, это короткий, быстрый путь, да, это энергетик, это углеводы, и мы привыкли, мы на эту углеводную бомбу все подсели, то есть мы на ней сидим, по сути. Сто процентов. Да. А, и сейчас вседозволенность, огромное количество углеводов, и фрукты, кстати, сладкие, это тоже все туда же, и мы совсем забываем про жиры, но когда мы едим жиры, у нас энергии вырабатывается гораздо больше, это более трудный путь для организма, но более надолго, да, то есть хватает надолго. Почему? Есть такое правило, что в завтрак, вы обождаёшься, у тебя должны быть там белки и жиры, да, в основном, то есть белковый жировой завтрак, чтобы ты проснулся и дотянул до обеда, без вот этих скачков глюкозы, без перекусов, да, и вот, пожалуйста, белки и жиры мы получили, и нам надолго организм постарался поработать, да, и только тогда, после этого, ты захотел есть там ближе к двум часам, ну, к обеду, грубо говоря, как нужно, а не через два часа, как после овсяночки. Сто процентов. Да. Поэтому жиры, с одного грамма жира выделяется более 40 кг энергии, то есть, соответственно, это больше, на жирах мы можем долго, мы голодать можем на жирах, скажем так. Жирные кислоты, по сути, делятся на насыщенные жиры, или давайте, знаете, давайте я, наверное, расскажу про всё-таки биологическую функцию, про энергию. У нас наши, все абсолютно клетки, все мембраны клеток, я уже сказала, состоят из белка и жира, да, то есть это гликопартеин и фосфолипидики, да, и вот если посмотреть, у нас баланс должен быть для того, чтобы мембрана была текучей. Мембрана клетки состоит из белково-жировая и мембрана митохондрии тоже состоит из белка и жира. Митохондрии – это внутри клетки у нас находятся такие маленькие клеточные органеллы, которые являются таким электростанцией, да, то есть это электростанция, которая производит энергию. Вот нам на всё абсолютно, я сижу, моргаю, жестикулирую, общаюсь, говорю, двигаюсь и так далее, я делаю огромное количество функций, нам на это на всё нужна энергия. Энергия у нас вырабатывается именно в митохондриях, то есть это то, чем мы живём. И вот как раз-таки от этой энергии тоже будет зависеть количество нашей жизнеспособности, жизнедеятельности, жизнерадостности и так далее. И жиры нам необходимы для того, чтобы проникало в мембрану митохондрии все полезные вещества, которые нам необходимы. Какие жиры бывают вообще? Я видела вопросы там как раз-таки про классификацию жиров, да, у нас бывают насыщенные жиры, твёрдые, животного происхождения, мясо, птицы, разные молочные продукты, растительного происхождения, какао-масло, пожалуйста, кокосовое масло, МСТ масло тоже туда же, мононенасыщенные, это обычно оливки, оливки, ореховые, масло авокадо, макадамии и полиненасыщенные, это омега-3, омега-6, пожалуйста, это вот про них. Жир мы есть должны в любом случае, то есть норма потребления жира это 1 грамм на 1 килограмм массы тела, но у нас так случилось как-то назад, что мы ограничили очень жиры, потому что жиры как бы это плохо, как будто бы, да, то есть как будто бы от жиров растёт холестерин, как будто бы от жиров растёт холестерин, из-за этого все умирают, риск сердечно-сосудистых заболеваний как будто бы он выше. Но на самом деле есть огромное количество исследований у вегетарианцев, например, то есть как будто бы если ты вегетарианец, если ты не ешь животный жир, то ты будешь дольше жить, на самом деле это не так. И риск по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у вегетарианцев гораздо выше, чем у людей, которые едят жиры. И почему я вам это уже рассказала, да, что это элементы клеточных мембран, это наши гормоны, да, это тот наш холестерин. При дефиците жиров, да, при недоедании, ну, понятно, при неправильной работе желудочно-кишечного тракта, естественно, мы это никуда не денем, мы никуда это не отрицаем. Жиры, потому что тоже, как и белки и углеводы, нужно ещё и усвоить, а не только съесть. Конечно. Это у нас нарушение репродуктивной функции, и этим часто страдают девушки, да, стремясь за тем, чтобы быть стройной, там, звонкой, тонкой и так далее. Да, ограничивают жиры, и на этом фоне как раз радует все половые гормоны. Это обычно женщина с очень низким либидо, ничего не хочу, ничего не могу, да, стыния, опущение органов и так далее, да, то есть это нездоровая история, жиры ограничивать не нужно ни в коем случае, это наша в целом красота и наши гормоны. Сухость, шелушение кожи, да, в силу того, что у нас за это отвечает наш желчный пузырь, да, и жирорастворимые витамины, соответственно, когда нехватка и желчи, и жирорастворимых витаминов, то кожа будет сухая, некрасивая, ну, как бы, соответственно, шелушение всё туда же. Плюс наша красота, выпадение, ломкость ногтей, за это не только белок отвечает, да, коллаген и ласти, но и также полезные жиры. Снижение сумеречного зрения, особенно, да, это дефицит витамина А, когда вы уже вот это куриное следование, когда вы видите, да, то здесь тоже стоит задуматься о дефиците этого витамина. Частые ОРВИ, нарушения, опять же, такие работы митохондрии, нарушения клеточного дыхания, здесь мы говорим про энергию, хроническое воспаление, нарушение работы центральной нервной системы, снижение функции щитовидной железы, это, да, тоже всё вместе. Основные такие правила, которые хочется сказать, говоря про жиры, как выбрать, на чём жарить и так далее, да. Во-первых, жарить, ну, это не очень хорошо, мы это с вами понимаем, но если уж очень хочется, потому что вот мне недавно захотелось жареной картошечки, ничего не могла себе поделать, но очень как бы нужно было. На чём жарить? Жарим на масле кхи, либо жарим на животных жирах каких-то, да, то есть это может быть там курдючный жир, бараний и так далее, какой хотите, ну, кроме свиного в идеале, конечно, да, потому что помнишь, что свиньи не очень чистые, поэтому как-то свиной жир лучше исключить, гусиный, утиный жир, любой жир. Либо это растительные масла, например, это кокос. Почему они? Потому что у них очень высокая точка дымления, больше 250 градусов, то есть, что такое точка дымления? Это когда масло нагревается и доходит к той точке, когда после вот этой точки нагрева начинают выделяться уже канцерогены, всё, масло вредное, на нём уже жарить нельзя, то есть вот все, например, сыродавленные масла, это вообще очень капризные товарищи, их только, либо просто, ну, допустим, если любите масло, просто можно с ложки пить, например, хотя я не сильно это рекомендую, либо добавлять уже в готовое блюдо. Талатик или ещё куда-то, да-да-да. Да-да-да, тушёные овощи какие-то, ну, вот опять же таки, ферментированные продукты также можно добавлять, да, в ту же капусту, например, масло сыродавленное неплохо там. Конечно, да. Да, поливать. Это всё мы употребляем в сыром виде, это прекрасный также источник жиров, да, оливковое, кунжутное, холодный отжим, это всё просто экстра-вёржин, на нём ни в коем случае жарить нельзя, во-первых, канцероген, ну, во-вторых, натуральные виды это авокадо, орехи, яйца, семена льна, семена чия, да, всевозможные вот это, это у нас жир животный, печень трески, и вот это вот всё, это всё животные жиры у нас, которые необходимо тоже включить в рацион. И пластиковые жиры, гидрогенизированные, мы исключаем всякие, рафинированные масла, транжиры, вот это всё лучше убрать из рациона. Ну, и чуть-чуть скажу про усвоение ещё, да, потому что всё-таки я уже вначале сказала, да, что важно не только есть, а ещё важно усваивать, в силу того, что у нас у всех есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у кого камни, у кого застой, у кого гипооцидность, у кого что, у каждого своё, у кого всё вместе, поэтому для усвоения жиров лучше всего утро начинать с двух стаканов тёплой воды. Я думаю, все это знают, все это делают, да, здесь можно подкислить, например, либо яблочным уксусом органически, либо уксусом, да, для вработки желудочного сока и для стимуляции желчооттока. Да. Каждый день мы пьём два, там, плюс-минус, кому сколько, да, литра воды, эта желчь будет влиять на реологию желчи, делать её более текучей, прекрасно пить чаи из, какие-то горькие, например, это тот же самый корень дубанчика, самый простой способ, аптеки купили, заварили, целый день пьёте, прекрасно стимулирует желчный отток. Горечь употребляем в рацион, это любые травы, там, розмарин, да, имбирь, символе сейчас зима, это вообще прекрасно, всякие крестоцветы, да, это очень классно. Чаи, горечь вообще всегда должна быть присутствовать в рационе, их можно на постоянку, ничего не надо бояться, там, перестимулировать, но горечь это то, что должно быть в тарелке в целом, но так как у нас больше, мы акцентируем внимание на сладкий вкус, всё-таки большинство людей, поэтому помним о том, что горький вкус тоже должен быть, иди, но горечь должна быть обязательно. Многу в каждый приём пищи, вечером лучше жирные они есть всё-таки, да, но по возможности всё-таки, если идите вечером, то помните, что как бы нужно что-то горькое съесть, чтобы помочь, вот как раз таки стимуляции желчного оттока и в целом усвоению жиров, но на вечер что-то лёгкое всё равно лучше оставить, как бы, да, чтобы организм ночью не трудился, да, он как-то выполнял более какие-то свои функции, и свой детокс выполнял в наших эндогенных вещей. Напитки, которые содержат природные горечи, опять же, это цикорий, там мачо, какао без сахара, естественно, тоже можно применять, и продукты, которые будут стимулировать поддержку печени также, ну, это тот же самый артишок, это чеснок, это продукты, которые содержат витамин С, которые богатые. У меня, наверное, всё. Вот, даёт, выпалила, раз, и всё. Ну, уложилась, уложилась. Молодец, слушай, вообще звезда. Что там у нас с вопросами? Давай посмотрим вопросы. Потому что я так машина. Посмотрим, если вдруг что-то есть такое. Сейчас, подожди, сейчас найду сама эти вопросы, я ничего не могу. Я где-то тебе ссылку прислала, вот, вот так вот, вот так вот. Так. Так. Ноль сахара, ноль витент, пересли плечатки. Так. Вычеряю сливочное масло, делайте так, делайте сами. Так, ну, про ферментированное сливочное масло, наверное, я отвечу. Да, я потому что, я не знаю, что это такое. Я не пробовала. Я его, я его обзываю культурным. Ну, потому что на английском оно называется cultured butter. Да. То есть, обычно масло у нас изготавливается из сливок, некоторые думают, что из молока нет, из сливок, да, ну, из каких-то коровьев, неважно, животных. Но если мы эти сливки заферментируем, то есть, закислим, то есть, это будет сметана, если мы это взобьем и получится, то у нас культурный с магазина, скорее всего, не сработает, потому что там всякие загустители, какие-то там еще штуки непонятные, что я как-то пробовала, ну, не пошло. Вот. Но принцип тот, что масло, из того, что мы делаем масло, да, оно ферментируется сначала. Получается, очень интересный вкус, очень, очень хорошее такое, классное масло, на самом деле, получается, совершенно долго оно держится. Вот что такое. То есть, по сути, это масло из сметаны? По сути, это масло из сметаны. Именно. Но, повторюсь, лучше эту сметану сделать самой. Причем это жутко просто. Не магазинную. Для кого просто, для кого, вот уже кто второй год не может дойти никогда? Нет, смотри, это реально просто, потому что, либо ты берешь, если есть доступ к сырым сливкам, ну, вот непастеризованным, да, то просто супер. Оно само все сделает, понимаешь? Ты его оставляешь, эту баночку при комнатной температуре, за два дня у тебя получается сметана. Ты эту сметану взбиваешь, за два, за две минуты у тебя масло. Все. Если вот все настолько просто, как ты говоришь, что я сегодня сделаю, посыплю и сделаю. Окей, давай я тебе дам рецептик, да, чтобы ты, ну, прошлась по рецептику, потому что там, ну, просто, да, но там все равно несколько этапов есть, да, там нужно помыть масло, чуть-чуть там, вымыть вот эти вот все, чтобы горечи не было в нем и так далее. Все, заметьте. На самом деле, очень просто, да. Так, топленое сливочное масло когда-нибудь сами делали, когда можно, куда его можно применять, так, это тоже не, ну, мы практически сказали, да, что на нем можно жарить, очень хорошо на нем жарить. Топленое, да, я, например, я делала масло кхи сама, это нужна просто с толстым очень дном, любая кастрюльку или что-то такое, да. Да, и вы постоянно, вот вы масло на медленном, на медленном огне, там, два часа, да, это может быть, и вот из него будет как раз лактоза, молочный сахар, он будет с белыми, вы видите, вот то, что будет оставаться, важно кастрюлю с толстым дном, потому что один раз я просто спалила все. Оно сожжется очень быстро, да, да, оно очень быстро, все время там стоять нужно над ним, прям вот не отходить, что отошел бы свидетельницу. Да, все, то есть это вот, если у вас есть вот в жизни вообще два часа времени, чтобы стоять, ну, когда там же можешь суп варить или что-то еще, но это прямо вот постоянно нужно убирать вот это, вот это вот, а потом все разлил, ну, лучше делать много, да, лучше и надолго, вот ты там, не знаю, ну, больше двух литров все равно не получится, потому что все-таки это такая длительная. Ну, да. Вот, разлили по баночкам, убрали, все готово, то есть это совершенно прекрасно. Вопрос про кокосовое масло, мне масло что-то хорошее, полезное, понятно, что кокосовое у нас не растут, да, и это все равно импортированная история, да, то есть это там, ну, короче, что, что, какие мысли у тебя по кокосовому маслу, скажи мне? Я люблю кокосовое масло, я на нем жарю, если это какие-то блинчики для сына, то есть я это, ему нравится. Ты на Virgin или на Extra Virgin? Extra Virgin всегда, у него высокое количество давления, здесь нету как бы такого, я вообще не знаю, зачем делают рафинированное кокосовое масло, типа нахрена? Оно десерли, я его в мыло, в мыло на нем делаю. Если только так, но по сути точка давления, как бы она, то есть это, как бы получается, сделали Extra Virgin, а вот из чего осталось, сделали как бы рафинированное, но нет. Наверное, да. Берите Extra Virgin, у него высокая точка давления, на нем можно жарить, им можно полоскать рот, кстати, потому что это тоже... Каждое утро делаю, да. Высокая такая возможность удалить жир, получите рот водой, вы удаляете воду, водорастворимые токсины, когда вы полощите кокосовым маслом ротовую полость, вы убираете жиростворимые токсины, водой их не смоешь, поэтому очень важно брать столовую ложку, брать в рот, ходить делать какие-то свои дела, и пока оно внутри у вас не станет как вода, вы только тогда это сплёвываете, не глотаете. Я думаю, что здесь возможно спрашивали ещё про МСТ-масло. Возможно, да. То есть кокосовое масло, да, есть, которое такое густое, понятно, это вот экстра-вёрджин, мы его берём, а МСТ-масло – это средняя цепочечная триглицериды, то есть это маленькое масло, то есть это кокосовое масло, оно без вкуса, кстати, для тех, кто терпеть не может запах кокосового молока, масло, его очень зайдёт, и это также, это работа для нашей энергии, часто делают, ну, в Москве мало где делают, но я думаю, что за границей, это частая история, буллицу в кофе, где как раз-таки добавляют… Я дома утрам делаю себе, да. Ну, да, да, я-то дома тоже делаю, но когда мы не добавляем вам масла в кофе, что вы говорите? То есть это когда вы берёте, добавляете в напиток, добавляете МСТ-масло и добавляете специи, и любые там, допустим, и масло кхи, взбиваете, и получается такой насыщенный, очень вкусный. Очень вкусно получается. Потом пить кофе где-то ещё невозможно, потому что это просто невкусно. Да, 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 потому что это фу же всё, это уже такое вторичное… Там набор специй ещё, оно такое получается такое… Боже мой, аромат по всему дому, боже, это так вкусно. потому что вот это вот, и как раз это горечь, да, то есть пальбом не сластим, ничего, это горечь вот кофе, и это масло, это прекрасный желчный отток, плюс этим кофе можно заменить приём пищи, потому что это правда наслечает организм энергией. Да, 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 очень хорошая мысль, когда нужно вылететь куда-то, и такой раз, этого кофе шмякнул, и в принципе на несколько часов у тебя всё нормально будет, ты не захочешься есть. И полезнее, чем овсянка, да. 100%. И здесь МСТ масло ещё, оно будет, хотел что-то рассказать, а, каприловая кислота содержится в масле, в этом, но очень не любят грибы. То есть если у вас есть там избыточный дрожжевой рост, вам нужно начать, понятно, углеводы быстро и так далее, и вот переходить всё-таки на жировой тип питания. И к чему это всё? Мы можем долго ещё говорить, конечно, как важно перейти там на LCHF или на что-то хотя бы подобное на LCHF для вашей энергии и для любви к своим митохондриям и организму, да, это тип питания, который сокращает углеводы, да, low carbs, high fats, то есть мы увеличиваем потребление жиров и сокращаем потребление углеводов. МСТ здесь очень круто будет работать, помогать организму переходить на жировой тип энергии. Вот, это про МСТ. Как понять, говоря о важном, оно подзастряло чего-то у нас. А, всё, да? О, всё, есть, есть. Это было такое, знаешь, и молчание. Ага, ага. Ты подвисаешь, на самом деле, во время эфира, чуть подвисала, чуть-чуть местами, я надеюсь, что запись будет нормально. Да. Потому что я хочу пересмотреть ещё раз. Потому что ты у меня тоже подвисаешь. А, да? Как интересно. Так, сейчас секунду. Так, смотри, можно сочетать животные, жиры и растительные в одном приёме пищи? Я не против, я не против. Я считаю, что можно. Почему бы нет? Про биодобавки. Как понять, что биодобавки с омега-3 хорошего качества? Нужны ли они вообще? Едим рыбу два раза в неделю стабильно, небольшую порцию. Если принимать БАД с омега-3, нужно ли снижать содержание других жиров в рационе? Интересный вопрос. Ага, смотрите, единственный путь, ну, вообще путь понимания, вот, про дефицит жиров мы поговорили, я уже сказала, какие симптомы у вас могут быть, но если вы хотите узнать вообще соотношение в организме, а что у вас там с омегой, то вы идёте, издаёте омега-индекс. В любой лаборатории, да, вы издаёте анализы, смотрите, хватает вам жиров или нет. В принципе, два раза в неделю небольшая порция рыбы для некоторых достаточно, для кого-то это мало. То есть, мы же все разные, да, индивидуально очень всё, да, да, да. Всё очень индивидуально, у каждого разное пищеварение, у кого-то кто-то один раз в месяц будет есть, и у него настолько круто работает метаболизм, ЖКТ, и вообще нет никаких проблем, что ему этого достаточно, а кто-то омегу будет пить горстями, у него ничего не будет всасываться, то, что будут проблемы. то есть, мы каждый, каждый человек индивидуален очень. Да, у омега-3 хорошего качества. Во-первых, омега-3 должна быть не в капсулах, она должна быть жидкой, это важно, потому что омега-3 это такая история, которая, ну, это, понимаете, окисленный жир, который, может, вот везли вам самую крутую добавку в мире, а она пока в самолёте летела, уже протухла, или окислилась, ну, просто там была очень высокая температура, всё, это жир вредный, то есть, либо перед тем, как вы пьёте в капсулах, вы вскрываете эту капсулу и нюхаете её, да, то есть, ну, тухлый запах жира, или... Прогорклый, прогорклый такой, да, да, вот когда масло прогоркло, вы все знаете, поэтому, пожалуйста, да, то есть, вскрываем капсулу и пьём, либо это должна быть жидкая омега, да, то есть, которую вы нюхаете, смотрите, обязательно омега без добавок, то есть, без каких-либо это ничего не должно быть в омега, омега вообще не должна никак пахнуть, она должна пахнуть рыбьим жиром, красиво вкусной рыбой должна пахнуть. Да, 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 я знаю только единственную омегу производства хорошего, не знаю, можно говорить, нельзя? Да, можно, почему нет? Можно, конечно. Есть фирма такая, Мирмайнс, они делают омегу в Норвегии, и я знаю лично очень дотошное, как я люблю, очень душное, но это правда, да, омега, которая, она без красителей, без всяких добавок, и у нее, детская омега, у них, знаете, с маслом куркумы, с маслом имбиря, то есть, это очень крутая история, вот, и они прям заморачиваются. Естественно, омега не будет стоить никакая там тысяча рублей, это однозначно, да, это точно, это если вам кто-то предлагает там омегу за две тысячи рублей, условно, это все, ну, это все мусор, такого не может быть. К сожалению, цинк может стоить столько, там маг не может стоить дешево, это дешевое сырье, но омега не может стоить дешево, ни в коем случае, поэтому здесь вам нужно вот на это обращать внимание, так же, как коллаген, да, не может стоить три копейки, нет, да, 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 есть те вещи, на которые нужно выделять средства из своего бюджета, и здесь, если вы не доедаете, то лучше применять курсы, вы можно, курсы вы сдали, посмотрели, есть официт, и выпили, но потратили деньги только на хорошую омегу, по проценту, сделать сезонно, типа вот осень и весна, ну, такой курсик пропивают, ну, вот как раз, когда вот это вот витамины, вот это вот все, вот некоторые так делают, я знаю, но в любом случае, мне кажется, чтобы какие-то добавки, вот мне кажется, да, особенно если ты регулярно как-то там их какими-то курсами делаешь, хорошо, конечно, тест пройти, вот, нечего. обязательно, да, просто понимать, вообще сработало ли, то есть в идеале пройти до анализа, после, да, ну, то есть, типа ты выпил просто впустую, слил в туалет деньги, или ты реально что-то получил от этой добавки, и твой организм насытился, да, то есть не всегда там симптомы будут на это показывать, вот, это важно. Последний вопрос, последний вопрос, услышала, что кровь влияет, нет, что на кровь влияет не столько свежая или вареная пища, сколько то, насколько она жирная. Могли бы вы дать пояснение влияния жиров, какое воздействие, где граница неполезного? Это что-то какое-то придумали, что-то? Знаете, я недавно, я просто немного не поняла, так, дождите, что на кровь влияет не только свежая или вареная пища, а насколько она жирная. Насколько она жирная? Ну, естественно, все, что мы едим, влияет на нашу кровь, да, это логично, понятно, потому что иначе, как бы, ну, а как бы у нас там полистирин поднимался и так далее, естественно, что пища важна. То есть, просто я недавно видела, может быть, это на фоне этого, был ролик, там сидел мужчина, значит, он говорил, масло кхи – это полная хрень, и он брал холодное масло кхи, ел его, и потом брал себе кровь, и там были слипшиеся, ну, то есть эритроциты от холодного масла, ну, правда, холодный жир – это как маргарин съесть, да, то есть в холодном виде масло кхи не едят, да, то есть масло кхи на нем жарят, его добавляют в какую-то, ну, в крупы, например, да, его едят в теплом виде, не холодным, да, и вот, ну, как бы это так может, ну, какую-то опасность, опять же, таки кровь не сдают, то есть это нелогично, как бы, да, вы поели, у вас произошел метаболизм, очень много разных путей, все всосалось, все ушло, и вот так вот растащилось, да, и вы сдаёте кровь натощак, ну, то есть это не для дураков, как бы, здесь сделано, вот, поэтому, когда, ну, чтобы посмотреть, а как у нас чего там всасывается работать, для этого мы там сдаем и биохимию, и общий анализ крови, и смотрим на это. Конечно. То есть, понятно, сразу после еды, в кровь поступают питательные вещества, и жиры, и белки, и углеводы, и разносятся уже... Это может по-разному выглядеть, да. Да, кровотоком по разным клеткам. То есть, понятно, что если мы говорим, опять же-таки, какие жиры, если мы говорим про батон колбасы, с жиром, так бы, да, или мы говорим про МСТ масло, да, то есть жир, жир урозит, понятно. Конечно. То есть, мы вот, когда начали с Вестона Прайса, мы так на нём и завершимся, да, что в день полноценное питание. Тут даже не столько важно, там, да, про сумасшествие, там, исключить глютен, молочку, и так далее, чтобы это всё было хорошего качества, цельное, и, да, там, 17 круассанов в день есть нельзя, да, но если ты был в Париже... Да, но если ты был в Париже и не съел круассан, там, раз в неделю, ну это грех как бы, да? Ну это грех, согласно, да. Или там пасту в Италии, ну блин, тут как бы с умом нужно подходить, то есть, всё изъят и всё из лекарства. Да, сто процентов. Слушай, ну супер, мне кажется, было, знаешь, искромётно, быстро, вообще я, ну, в восторге от того, насколько быстро ты выпалила нам тут всю важную информацию, мне кажется, народ так охренел, не успел вопросы задать. Я думаю, не знаю, даже митохондрии пытаются вообще попонять, что произошло. Возможность ещё будет, да, задать вопросы, я всегда открыта тоже к вопросам. Супер, смотри, я всё это оформлю в постик, все твои эти самые, и возьму тебя подробнее вот этого, да, норвежского масла, вот этого вот омега-3. Да, давай, я уверена, народу будет интересно, вот, потому что, ну, ничего такого, да, это самое, потому что всё равно покупать что-то надо, да, многие хотят, а где искать, не знаю. Ты знаешь, они настолько душные вот в этом плане, я очень люблю таких людей, они не продают омегу летом, прикинь, потому что она... Да, представляешь, то есть, ну, я вообще влюблена, потому что... Короче, я поняла. Настолько люди просто душнят, ну, полезно, полезно, как бы, что очень... Да. Я их... Ну, пересмотри, людям не надо будет искать, потому что, знаешь, не каждому хочется искать какие-то там бренды, что-то там ходить, рыть. Да, да, да. У меня... Да, у меня... Я-то просто над этим заморачиваюсь, это моя работа, конечно, поэтому я как бы топлю за это. Вот я их нашла, я очень рада, и мне даже лень искать что-то другое, ну, потому что кто еще душнее может быть, понимаешь? Сто процентов. Сто процентов. Слушай, я... Спасибо. Возможно, мы даже что-то еще замутим, я не знаю. Да? Может быть, может быть... Я могу к тебе прийти заферментировать, тебе помочь что-нибудь. Чуть простое. Я буду очень... Самое простое. Да? Как масло кинул и закинул. Ну, не как масло, масло там чуть посложнее, да, ну, вот мы прям самое простое. Я вот всегда с этим рецептом хожу в гости. Короче, мы с тобой пообщаемся еще, потому что я думаю, у меня же самая главная миссия, чтобы все начали либо ферментировать, либо что-нибудь есть ферментировать. Я очень за это... За это очень горю. Вот, поэтому... Вот у меня кимчи и капуста, но я покупала ее. Да. Сама я так не могу. Есть такие вещи, которые очень просто делаются. Да, я с удовольствием. Если ты придешь, я с удовольствием. Я с удовольствием приду. Короче, мы с тобой поговорим еще в нашем чате. Да. Все. Всем огромное спасибо. Всем спасибо. За все вопросы, которые вы прислали. Тебе гигантское спасибо. Все, беги, работай дальше. Все. Пока. Я оставляю запись. Всем пока-пока. Пока.